Всем привет! Рада снова приветствовать вас на своем канале. И сегодня мой обзор будет посвящен аптечной французской марке La Roche-Posay. Ну и давайте начнем с продуктов линии EFACLAR, с моей самой любимой линии. Линия средств EFACLAR разработана для ухода за жирной и проблемной кожей. В состав средств входят компоненты, которые способствуют уменьшению жирного блеска, уменьшают черные точки, сокращают выраженные несовершенства, кроме того, успокаивают и увлажняют пересушенную кожу. Моя кожа частично подходит под это описание. Могу охарактеризовать ее как комбинированную, склонную к жирности, без особых воспалений, акне, но с проблемой забитых пор на носу и, соответственно, с постоянной борьбой с черными точками. Итак, первый представитель данной линии – это очищающий пенящийся гель EFACLAR для жирной чувствительной кожи, склонной к акне. Текстура геля достаточно жидкая, но это не мешает ему прекрасно пениться. Чем нравится мне этот гель? С одной стороны, он дает качественное очищение, глубоко очищая поры, с другой стороны, абсолютно не сушит кожу, поэтому у кого чувствительная кожа, бояться данного средства не стоит. Также заметила, что при регулярном использовании геля быстрее проходит воспаление. Следующее средство из этой же линии – мицеллярная вода EFACLAR ULTRA. У меня она представлена в мини-формате. Мои основные требования к мицеллярной воде – естественно, чтобы она хорошо удаляла макияж, не вызывала раздражений и не оставляла липкости. Это средство отлично со всем этим справляется. Если раньше моим фаворитом долгое время была мицеллярка от Биодерма, то сейчас это EFACLAR. Моей комбинированной кожи она подошла больше, наверное, за счет себорегулирующего действия, которое дает какое-то дополнительное ощущение свежести. Единственным и несущественным минусом я бы назвала упаковку именно в мини-формате. Очень плотный пластик, неудобно дозировать средство. Поэтому, если вы являетесь обладательницей комбинированной и чувствительной кожи, это средство обязательно должно вам понравиться. Из этой же линии у меня есть крем EFACLAR DUO, и он является самым сильным по действию в этой линейке, поскольку содержит кислоты. Консистенция визуально больше похожа на крем, но распределяется по коже как гель, так как основа у него глицеринисто-силиконовая, мгновенно впитывается, не ощущается на коже, главное не переборщить. Если переборщить, крем может скататься в силиконовой катышке. Показанием к применению данного средства являются проблемная кожа с выраженными несовершенствами, закупленные поры и избыточное выделение себума. У меня нет каких-то ярко выраженных несовершенств в виде акне, я могу лишь оценить действия крема относительно очищения пор и сокращения выделения себума. Сразу хочу сказать, после первого применения от черных точек средство вас не избавит. Он их будет осветлять постепенно, и эффект можно будет уже увидеть дней через 5, через неделю. Постепенно черные точки становятся мягкими, кожное сало под действием крема будет растворяться, таким образом поры будут становиться чище, и очищать их будет гораздо проще. Первые несколько применений я ощущала легкое пощипывание, которое проходило в течение нескольких секунд, и покраснение это не вызвало. И уже после, когда кожа, видимо, адаптировалась к кислотам, крем не вызвал никакого дискомфорта. Как уже говорила, крем содержит кислоты, поэтому в солнечную погоду обязательно не забывайте поверх наносить защиту с SPF в избежание ожогов и аллергических реакций. Крем действительно улучшает состояние кожи, очищает ее. Не могу назвать крем каким-то очень сильным по действию, поэтому считаю отличным средством для начала знакомства с кислотами. Следующее средство уже из другой линии. Толериана данная линия разработана для чувствительной кожи, есть в двух текстурах, крем для сухой кожи и для нормальной комбинированной текстуры флюида. Интересная упаковка, пластиковый флакон, внутри которого размещена капсула с флюидом. В процессе того, как крема становится меньше, капсула начинает сжиматься. Консистенция средства гелевая, быстро впитывается, но из-за входящего в состав масла Кэрритэ на глухоматовую кожу получить нереально. Финиш будет умеренно сияющим, практически неотличимым от натурального. Относительно борьбы с покраснениями действительно помогают успокоить кожу, сгладить негативные проявления. Естественно, уже сформированную сосудистую сеточку он, конечно же, не уберет, а вот снизить интенсивность покраснения и раздражений с этим крем справится на отлично. Флюид сгладит шелушения, если они есть, и пудра ложится ровно без пятен. Макияж в течение дня не плывет, до эффекта жирного блина мной замечено не было. Следующий продукт, наверное, один из самых узнаваемых, это термальная вода. Имеет среднюю степень минерализации и идеально подойдет именно для комбинированной чувствительной кожи. В отличие от других термалок, в составе есть сиен, который нейтрализует действия свободных радикалов, защищая кожу от преждевременного старения. Именно эту термальную воду рекомендуют использовать летом, когда кожа подвержена дополнительному иссушению. Спектр применения термальной воды огромен, от того, чтобы просто освежиться в жару, до снятия раздражений и воспалений. Одна из моих любимых термальных вод, данная вода, если сравнивать с другими термалками, например, с Aven, Aven за счет низкого содержания солей подойдет больше для сухой кожи, чувствительной, а виши ближе к жирному типу. Если у вас также комбинированная и чувствительная кожа, советую именно ее. А сейчас давайте перейдем к бальзаму для губ, который у меня уже давно и спасает меня много-много лет. Это бальзам Цикопласт. Он содержит пантенол в 5% концентрации. Бальзам имеет хорошее заживляющее действие, лечит потрескавшиеся губы, снимает покраснения, вызванные раздражением кожи. В случае частого использования бумажных платков при насморке. Ну и в завершение гель для душа Липикар. О нем я уже недавно рассказывала. Отлично пенится, бережно очищает кожу, можно даже использовать для лица. Глубоко кожу он, конечно, не очистит, но и раздражение не вызовет. Отличный гель для чувствительной и атопичной кожи. Отсутствие аромата тоже для кого-то будет плюсом. А какие средства у Ларош Пазе нравятся вам? Пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока!